Сегодня состоялась встреча членов фракции Единой России с губернатором Сергеем Морозовым. На повестке дня распределения средств бюджета на будущий год глава региона выслушал все пожелания и ремарки от единороссов. Спасибо огромное, что у нас с вами есть сегодня возможность еще раз сверить наши часы по подготовке главного финансового документа регионального бюджета, который определяет жизнь региона на предстоящий год. Подумали о будущем и прошлись по больным вопросам Ульяновской области. Валентин Трубчанин серьезно обеспокоен состоянием сферы жилищно-коммунального хозяйства. Он считает, что все проекты, в том числе и федеральные, исполняются медленно и некачественно. По его мнению, усиление финансирования поможет вывести местный ЖКХ на достойный уровень. В первую очередь сейчас говорю про наши областные программы. Это и чистая вода, это очистные сооружения, это газификация села. Некоторые вещи не синхронизированы. На нашем последнем комитете в законодательном собрании мы высказали отрицательную дали оценку целому ряду программ. В итоге сегодня губернатор обсуждали. Губернатор нас услышал, дал поручение министерствам, ведомствам сегодня, буквально завтра отработать. Сергей Шерстнев добрался до самой уязвимой отрасли нашего региона – здравоохранения. Это и лекарственное обеспечение, потому что финансирование, которое мы даже не видели в проекте, на сегодняшний день, есть источники, которые можно покрыть, и сейчас правительство Ульяновской области будет приносить определенные корректировки. Это состояние самих наших больниц – ЦРБ, ФАПов. По словам Василия Гвоздева, разговор был жесткий и конструктивный. По мнению депутата, проведение масштабных форумов и семинаров необходимо сводить к минимуму, а сэкономленные средства вкладывать в ремонт школ или в бедствующую отрасль здравоохранения. А вот на здравоохранение, на образование, на кровли в школах, на пластиковые окна в детских садах, на лекарственное обеспечение нужно направить по максимуму средств, плюс на газоснабжение и водоснабжение. Единороссы утверждают, что для фракции принципиально важно, чтобы в проекте бюджета были отражены наказы избирателей, и чтобы он был направлен на воплощение всех национальных программ и выполнение всех общественных обязательств. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Продолжение следует...